События, мнения, последние новости региона. Все это в нашем информационном выпуске. В студии Ксения Садова. Здравствуйте. Подводим итоги этого дня. Александр Авдеев встретился с семьей мобилизованного и обсудил за чашкой чая волнующие родственников вопросы. В этой семье двое детей, их отец принимает участие в специальной военной операции. Елена переживает за мужа, говорит на связь, он выходит редко. Глава региона объяснил, местоположение солдат специально держат в секрете. Но совсем скоро в области будет передача персональных посылок мобилизованным. Можно передать будет даже адресно. Писать какую-то коробочку, Сергею, у нас там будет свой склад, и постараемся прямо адресно передавать. А пока мы еще не практиковали, но может быть, следующую машину, если есть что-то желание передать, ну, условно, теплые носки и сигареты, я условно говорю, значит, то можно прямо вот оформить фамилию и имя. У Сергея собственный бизнес. Сейчас им занимается жена. Но денег все равно не хватает. По указу губернатора семья получила положенные 100 тысяч рублей. Кроме того, жене и детям выдали продуктовый набор и зимнюю одежду в Центре помощи семьям мобилизованным. Теперь Елена волнуется за мужа, будет ли он обеспечен теплой одеждой. Глава региона успокоил. Мы сейчас заказываем. У нас каждую неделю будет конвой ходить. Мы будем поставлять. Ну, понятно, что сейчас по такой сырости обувь представляет себя расходники, потому что быстро приходит негодность грязь. Значит, и одежду будем докомплектовывать, и свитера, и, значит, одежду, которая нужна будет. Продолжаем выпуск. Жильцы четырех домов в поселке Красная Горбатка смогут сэкономить на коммунальных платежах. В зданиях установили специальное энергоэффективное оборудование. Также специалисты утеплили фасады. И все это благодаря федеральной программе капитального ремонта. Мой коллега Игорь Липский расскажет подробнее. Такие датчики специалисты установили на каждом доме. Они реагируют на изменение температуры. Каждые 16 секунд информация о погоде передается на пульт управления отопительной системы. Умное оборудование установили в подвале здания. Здесь установлены специальные приборы. Система полностью автоматизирована. Исходя из показателей, температура в доме меняется. Жители по сути даже и не чувствуют вот этой разницы в перепаде. Если у нас на улице температура падает, соответственно информация приходит на контроллер, соответственно дает информацию на клапан, он открывается. Также если есть потепление, соответственно обратный процесс происходит. Специальный насос позволяет равномерно отапливать все квартиры без исключения. Даже угловые жильцы, которых часто мерзнут. В поселке Красная Горбатка в программу энергоэффективного капремонта попали четыре многоквартирных дома. В летний период, в жаркую погоду, намного комфортнее было в жилых помещениях, благодаря тому, что проведено утепление фасадов и температура в жилых помещениях намного была комфортнее, чем было это обычно. Но и с началом отопительного сезона, конечно, эффект утепления, он сразу очевиден. Нелли Александровна переехала в дом номер 5 по улице 2-я заводская в конце 70-х годов. Женщина говорит, в квартире всегда было сыро. Впечатление портил и неприглядный фасад здания. Теперь все проблемы решены. У нас крайняя квартира, да, в дому было немножко сыровато, холодновато даже, я могу сказать. А сейчас тепло, уютно, все стало, все замечательно. Экономия есть, да, но и будем надеяться в лучшем, что как-то изменится это все, в лучшую сторону будет поменьше. Собственники квартир теперь смогут сэкономить на коммунальных платежах. Эффект они увидят после окончания отопительного сезона, говорят эксперты. Принять участие в коммунальном проекте могут и жители других домов региона. Здания должны быть построены не больше 50 лет назад. Мы ждали изменений в постановлении, то есть, может быть, все-таки будет возможности включать. Но в любом случае, жители, когда ремонтируют и проявляют желание отремонтировать свой дом именно по такому принципу, естественно, они получают тот же результат, единственное, без поддержки госкорпорации. Чтобы сделать свой дом энергоэффективным, жильцы должны провести общее собрание и подать заявку. После этого эксперты соберут данные и выяснят, сколько денег необходимо. Средства выделяет госкорпорация. За последние три года по федеральной программе капитального ремонта в регионе умное оборудование установили в полсотни домов. Игорь Липский и Андрей Беляков. Почти 12 тысяч семей в Владимирской области получили выплату в связи с рождением первого ребенка. На эти цели направлено более миллиарда рублей. Данные приводятся за 10 месяцев. Поддержка семей проходит в рамках нацпроекта «Демография». Размер выплаты чуть больше 13 тысяч рублей. Пособие можно получить, если среднедушевой доход семьи меньше 29 с половиной тысяч. Заявление примут в отделе соцзащиты по месту жительства и в МФЦ. Подать его можно и через портал Госуслуг. Сегодня во Владимире прошел региональный слет военно-патриотических клубов. События приурочили ко Дню народного единства. Его отмечают 4 ноября. В парке «Патриот» прошел торжественный митинг. Перед собравшимися выступили представители областной администрации и законодательного собрания. Подробности в нашем материале. Во Владимирском сквере «Патриот» больше 500 активистов из разных городов Владимирской области. Это воспитанники военно-патриотических клубов, волонтеры, школьники и студенты. Директор Департамента образования и молодежной политики Светлана Болтунова напомнила участникам слета о подвиге Минина и Пожарского. Которые возглавили народное ополчение и изгнали поляков из Москвы. С первых школьных лет, даже с первых книжек, которые читает своему сыну или дочери папы и мамы. Родина – самое великое, самое надежное, самое уважаемое слово. Перед ребятами выступил и заместитель председателя областного парламента Роман Кавинов. Он отметил, что подвиг Минина и Пожарского не случайно выбран символом праздника. Больше четырех веков назад именно благодаря сплоченности и единению всего народа удалось изгнать врага. Роман Кавинов считает, что важно объединиться и сегодня. Я искренне желаю всем нам с вами быть достойными и памяти предков, и быть достойными тем, кто сейчас защищает нашу Родину с оружием в руках. Я искренне желаю всем нам мирного неба над головой, добра. Я очень хочу пожелать нашим юным согражданам, чтобы вот сегодняшнее мероприятие, которое в области проходит, для них прошло с толком, с пользой, чтобы они вынесли из него новые знания, новые знакомства, дружбу. Дорогие друзья, с праздником! Наше дело правое, мы победим. Один из участников слета Сергей Захариков. Он возглавляет военно-патриотическое объединение «Миротворец». Клуб работает уже 8 лет, в нем занимается больше 40 школьников. Основная задача подготовить настоящих защитников Родины. Большинство выпускников поступают в Рязанское высшее воздушно-десантное училище или служат по контракту. Часть выпускников клуба принимает участие в специальной военной операции. На сегодняшний день очень актуально, что День народного единства в современной обстановке происходит, когда весь народ реально сплочен, когда мы добиваемся общей цели. И я уверен, что когда мы едины, мы непобедимы, и победа будет за нами. Воспитанники одного из военно-патриотических клубов показали, как умеют обращаться с винтовкой, а также с холодным оружием. Организаторы слета Благотворительный фонд помощи, развития и поддержки населения «Открытые сердца» и региональное управление Росгвардии при поддержке администрации Владимирской области и фонда президентских грантов. Праздник продолжился во Владимирском госуниверситете. Про наше прошлое и настоящее говорили преподаватели, руководители патриотических клубов и других общественных организаций. Александр Инин, Игорь Липский и Сергей Власов. Студенты Владимирского филиала «Ранхикс» вместе со школьниками приняли участие в акции, посвященной безопасности людей, которые отдыхают рядом с водоемами. Ее провели сотрудники регионального отделения Российского союза спасателей и спортивного центра «Росич». Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Разминка на свежем воздухе, заряд бодрости и хорошего настроения на целый день, считают участники этой акции. Школьники города и студенты президентской академии приехали в сквер около пожарного пруда микрорайона Юрьевец. Задача – вспомнить, как вести себя у открытых водоемов. Спасатели рассказали, как помочь утопающим. Наша задача – кинуть его рядом, чтобы он мог дотянуться и ухватиться за одну из петлей. И можно уже его потом надеть на себя, как-то накинуть и так же доставать. Специалисты регионального отделения Россоюз спаса также напомнили, что делать, если человек провалился под лёд. Спасатели считают, иногда знание элементарных правил в экстренной ситуации может спасти жизнь. Мы помним, это и дети, которые спасали, когда человек попадал, проваливался под лёд. Это у нас несколько таких случаев было, и во Владимире в том числе. Были случаи, когда дети спасали из огня, видят, что пожар, дом, школьники даже заходили и спасали людей. То есть такие примеры есть, и наши организации, в том числе были они отмечены как герои. Ещё одна важная цель – помочь жителям Юревца с уборкой территории водоёма. Этот пруд – излюбленное место отдыха пенсионеров и семей с детьми. Сюда приходят, чтобы покормить уток. В будущем люди хотели бы установить здесь скамейки и беседки, чтобы отдыхать было удобнее. А сейчас главное – очистить берег от мусора. И нам, как местным жителям, очень важно быть, чтобы у нас в чистоте наш микрорайон содержался, чтобы был благоустроен. И мы, естественно, сотрудничаем с Ранхиксом, с Вячеславом Юрьевичем, с Картухиным, с Союзом Спасателей. Детей с детства надо приучать к общественной жизни, я считаю, чтобы им было небезразлично. Но они думали только о себе. Они всё-таки часть социума. И главное – быть частью не только для себя, а стараться для окружающих что-то делать. Студенты Ранхикс уже не первый раз принимают участие в подобной акции. Летом прошлого года аналогичное обучение прошло в селе Омутское Суздальского района. Это развивает нас, как студентов. Мы помогаем в данном случае развиваться школьникам, узнаем что-то новое. Очень интересно получить новые знания. А тут мы как раз и приносим пользу, потому что мы убираемся, и получаем новые знания, потому что всё-таки мастер-класс от спасателей и от пожарных – это очень важно. В Академии Госслужбы народного хозяйства активно развивается волонтёрское движение. Её студенты – постоянные участники всех значимых событий города и области. Недавно они учились оказывать первую доврачебную помощь. Юноши и девушки уверены – такие знания необходимы каждому. Татьяна Гордеева и Сергей Власов. О спорте. Ледовый комплекс «Полярис» во Владимире возобновит работу 1 сентября 2023 года. Запустить объект, который не используется по назначению, уже два года губернатора просили родителей, чьи дети занимаются хоккеем и фигурным катанием. Зданию 12 лет крыша требует реконструкции. Внутри необходимо провести косметический ремонт. Есть проблемы с компрессорной установкой. Все работы собственник объекта обещал выполнить до конца следующего лета. Сейчас фигурным катанием и хоккеем дети могут заниматься только в комплексе «Владимир» на выезде из города. Льда на всех спортсменов не хватает, но к следующему учебному году ситуация должна измениться. Каражан порадуют возрождением «Полярис». Губернатор заглянул и в ледовый комплекс «Владимир». Там проходил очередной хоккейный матч первенства ЦФО среди юниоров. Владимирские русичи принимали на своем льду команду «Созвездие» из Воронежа. Александр Авдеев пообщался с хоккеистами. «Созвездие» из Воронежа основной соперник Владимирских русичей. Обе команды занимают верхние строчки турнирной таблицы, поэтому от напряжения буквально плавится лед. Задача каждой команды выиграть. Для этого у них три периода по 20 минут. Никто не хочет отдавать победу. Поэтому борьба за шайбу часто заканчивается силовыми приемами. В этот раз русичам не повезло. Итог встречи 2-1 в пользу гостей. Чтобы поддержать наших ребят, губернатор спустился в раздевалку и пообщался с хоккеистами. Он напомнил, скоро площадок для тренировок станет больше. Собственник Поляриса заверил, что приведет комплекс в порядок. Он заработает к началу следующего учебного года. Глава региона пообещал, что будет держать этот вопрос на личном контроле. Вот берусь обязательства, чтобы его не отпускать далеко, чтобы он свои обещания выполнил. Так что зал будет большой, хоккея будет побольше. Тренировочные процессы и турнирные матчи будут поинтереснее. Глава региона отметил, занятия хоккеем во Владимирской области с каждым годом становится все популярнее. Задача региональной власти – поддерживать спортсменов. Болельщиков было много и каждый переживал за ребят, поэтому хоккей во Владимире становится нормой и традицией. Мне кажется, что хорошая перспектива у нашей команды «Русичи». Уверен, что они еще нас удивят и будут радовать болельщиков своими спортивными результатами. У команды есть еще 20 игр и каждая – это шанс вырваться вперед. Сегодняшнее поражение – дополнительная мотивация к новым победам. Ирина Начарова, Игорь Липский и Андрей Беляков. И новостью культуры. Во Владимире прошла необычная экскурсия, связанная с творчеством писателя Федора Достоевского. Провели ее перед премьерой нового спектакля. Фантастический рассказ Достоевского «Сон смешного человека» обретает новое воплощение в работе театрального товарищества «Завод». Главную роль в постановке исполнит Александр Алладышев. На протяжении спектакля он примерит на себя сразу несколько образов. Особой атмосферой добавят пластическая группа, хор Спаса Ефимийского монастыря и необычная локация. Действие будет проходить на арене ледового комплекса. Теоретически мы можем сыграть на обычной сцене. Почему хочется выходить с площадки? Выходить из зоны комфорта, если говорить про коуч-психологов и прочее. Но здесь в каком-то смысле тоже. Выходить из привычных обстоятельств. Спектакль «Смешные человечки» — это уже не первая постановка театрального товарищества «Завод». Год назад в стенах Владимирской ТЭЦ презентовали спектакль на тему техногена и вместе с тем человеческой катастрофы в Чернобыле. Зрителям такой театр вне театра понравился, поэтому новую постановку ждали с нетерпением. Эта изюминка впечатлила настолько, что «Послевкусие» осталось еще, наверное, на полгода. То есть когда мы увидели афишу нового спектакля, я думала, ну как бы интересно, знаково, как это будет именно в этот раз. И даже хочется прочувствовать те эмоции, которые были в первом спектакле. То есть вот те ощущения хочется почувствовать еще раз. Одними из первых постановку видят более двух тысяч владимирских студентов и старшеклассников. Благодаря поддержке Фонда культурных инициатив для них показ будет бесплатным. А сама премьера состоится 18 ноября. Это были все новости на данный час. Еще больше информации на нашем сайте и в соцсетях. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить важные события. А если вам нужна помощь, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит программа «Здесь, сейчас». Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...